В эфире утро 24КЗ, как всегда, о событиях в Казахстане и во всем мире. В студии для вас в прямом эфире работают Тимур Саппар и Лунара Исен. Мы начинаем. В Израиле до 30 сентября ввели режим особого положения. К такому решению они пришли на фоне эскалации ударов по Ливану. Власти страны опасаются, что Хезболла усилит ракетные обстрелы. Режим особого положения расширяет полномочия военных в регулировании гражданской активности. Теперь они могут запрещать массовые собрания, ограничивать посещение учебных заведений, вводить дополнительные меры, необходимые для безопасности граждан. Израильская военная операция в секторе Газа, растущее число погибших среди палестинцев и обострение ситуации на Ливано-Израильской границе. Эти темы станут ключевыми на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Нью-Йорке открывается неделя высокого уровня. В дискуссии примут участие более 130 глав государств и свыше 100 министров иностранных дел. Главным событием мероприятия станут общие прения, это дебаты мировых лидеров. Перед их началом выступят генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриши, председатель 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Филимон Янг. Откроют прения, согласно устоявшей традиции, президенты Бразилии и США. В течение пяти дней политики будут обсуждать вопросы предотвращения и урегулирования конфликтов борьбы с последствиями изменения климата, социально-экономического развития и другие глобальные проблемы. Продолжение следует... Около 70% посевной площади затоплено. Многие овощи находились в конце цикла созревания, в том числе томаты, перцы и картофель. Из-за затопленных полей мы не сможем провести новый посев и подготовить почву к следующему году. Ну, что творится в Венгрии, конечно, печально, но вот что у нас происходит с посевными площадями и сборкой урожая. Есть информация, Тимур. Больше 16 миллионов тонн зерна намолотили в Казахстане в этом году. Подробнее предлагаю поговорить о LED-экране. У нас есть информация. Прямо сейчас вам дадут ее крупно. Всего в этом сезоне казахстанские аграрии засеяли 23 миллиона гектара земель. Уже убрано свыше 11 миллионов гектаров зерновых и зернобобовых культур. В разрезе регионов лидирует Акмолинская область. 2,1 миллиона гектара. Также с 3 миллионов гектаров убрали урожай. В Карагандинской области убрали чуть меньше. В северо-казахстанском регионе больше 2 миллионов гектаров. И все цифры вы также видите на экране. К завершению близится уборочная кампания в Карагандинской области. Хорошая погода сыграла на пользу аграриям. По их расчетам, они соберут весь урожай до конца этого месяца. Наш корреспондент Лиана Жамлиханова побывала в одном из самых крупных хозяйств региона и узнала подробности. Ей слово. Фермеры региона уже собрали больше 60% зерна и картофеля с полей. Средняя урожайность 11,5 центнеров с гектаром. Урожай в этом году собирают на площади 900 тысяч гектар. Из них 766 тысяч зерновые. Высокие результаты радуют аграриев, ведь подобные показатели были лишь 12 лет назад. Руководитель управления сельского хозяйства Саят Мусин делится. Техники достаточно, дистоплива есть, рабочей силы хватает. Сейчас самое главное – погода. Если погода будет хорошая, я думаю, до 29 числа уборочную кампанию закрыть. Все хвостоваропроизводители у нас обеспечены льготным дизельным топливом по цене 245 тенге. По дизелю у нас проблем нет. Также нам выделено более 2000 тонн газа. Это на сушильные установки для сушки зерна. В одном из самых крупных крестьянских хозяйств Шахтерская в Нуринском районе посадили зерновые картофель на площади 36 тысяч гектар. В среднем с каждого гектара здесь собрали по 18-20 центнеров зерна. Чтобы достичь таких высоких результатов, главе крестьянского хозяйства Георгию Прокопу пришлось преодолеть немало испытаний. Весной из-за обильных дождей было сложно провести агротехнические мероприятия. У нас была осень очень влажная, весна очень влажная. Но, тем не менее, мы посеяли ту плановую площадь, которую необходимо нам было посеять. Зерновые все посеяли, правда, с некоторым опозданием. Посадили плановые 100 гектар картофеля, которые мы выращиваем на рашене. Через пару дней картофель в крестьянском хозяйстве соберут полностью. Результаты тоже хорошие – 500 центнеров с гектара. Всего с полей соберут 27 тысяч тонн картофеля, и это на 7 тысяч тонн больше. Для агронома Адидара Акишева горячая пора, ведь нужно успеть убрать урожай, пока солнечно. По сравнению с прошлым годом, это, можно сказать, в этом году очень хорошо и лучше. Ориентировочно около 150 центнеров разница. Ребята, механизаторы очень хорошие, все молодые. 14 трактористов, 4 поливных человека в бригаде. Ну, коллектив дружный. В Карагандинском регионе под картофель в этом году отвели 11,5 тысяч гектар. Фермеры ожидают, что урожай будет больше, чем в прошлом году и превысит потребности области. Карагандинский картофель будут поставлять в столицу и южные регионы страны. А вот в Кустанайской области убрали 66% зерновых от всей засеянной площади. Лидируют южные районы. Там уборочная кампания близится к завершению. На полях осталось от 5 до 10% урожая. А вот аграриям северной части региона нужно еще минимум 10 погожих дней, чтобы скосить оставшийся хлеб. К его обмолоту приступили позднее. Из-за обильных летних осадков зерну потребовалось больше времени на созревание. По данным хозяйств, средняя урожайность с гектара составила 13 центнеров. 60% пшеницы идет третьим классом. Остальная масса по качеству ниже, говорит главный специалист управления сельского хозяйства Кенжи Озе Жумандыков. 26% четвертый класс, и остальные у нас идут пятый класс, и 2% у нас идет неклассный. Это связано с погодными условиями. Выпали большое количество осадков, развились болезни зерновой культуры. Хотя у нас и сельхозформирование обработали 834 тысячи гектаров, но все равно эти болезни повлияли на качество. В три раза больше, чем в прошлом году, родилась пшеница на полях Павлодарской области качества зерна. Там тоже радует хлеборобов, жатва. В регионе набирает темпы и аграриям рекомендует ускорить уборочные работы. На сегодняшний день в области собрали чуть больше половины урожая с 500 тысяч гектаров зерновых посевов. В этом году в области средняя урожайность пшеницы доходит до 12 центнеров с гектара. 650 тысяч тонн зерна уже намолотили. Больше 17 тысяч тонн доставили на элеваторы. К сожалению, не всех устраивает цена на зерно. По данным Госпродкорпорации, третий класс пшеницы стоит 100-110 тысяч, четвертый класс 90 тысяч и пятый 80 тысяч тенге, сообщил руководитель отдела областного управления сельского хозяйства Есентай Мурсалимов. Объявлен закуп, но закуп в первую очередь будет закуп форвардного зерна, а затем уже будет вопрос стоять о коммерческом закупке. В целом полеводстве заняты 1385 хозяйств, которые занимаются полевыми работами. Уборочная площадь у нас в этом году на 165 тысяч гектар больше в уровне прошлого года. Если погодные условия будут нормальные, я думаю, что в конце первой декады уже близки будем к завершению. Ну и о погоде. Снег прогнозируют синоптики в двух регионах Казахстана. По данным КАЗ Гидромета, осадки пройдут в Акмолинской и Североказахстанской. В областях температура воздуха ночью там опустится до 7 градусов мороза. Дожди прогнозируют на западе, востоке, в центре страны. Ясная погода будет только в южных регионах. По республике усиление ветра, восстание солнечно, без осадков. Столбики термометров покажет плюс 15 градусов тепла. Казахстанские автолюбители отдают предпочтение новым автомобилям. Сколько машин покинули салоны официальных дилеров за первый квартал этого года? Тему продолжит Сабина Балашкина. В эфире наша традиционная рубрика «Первая цифра». Сабина, доброе утро. Тебе слово, что происходит на рынке. Коллеги, доброе утро. Сегодня хочу рассказать о том, что происходит на рынке автомобилей с пробегом. Всего 4000 поддержанных машин приобрели казахстанцы в первом квартале 2024-го. Это данные Казахстанского автомобильного союза. О том, что казахстанцы отдают предпочтение новым автомобилям, говорят цифры. В первом квартале этого года жители страны приобрели почти 76 тысяч машин. Больше половины из них приходится на новые автомобили с салона. Еще 34 тысячи – это машины старше одного года. Не так гладко обстоят дела на рынке автомобилей с пробегом всего 4000 сделок. И эти показатели не сравнятся с прошлогодними. Как отмечает президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева, в 2023-м в Казахстан завезли рекордное количество бэушных машин. Если брать 2023 год, то всего было в Казахстане впервые зарегистрировано больше 500 тысяч автомобилей. Среди этих автомобилей порядка 300 тысяч автомобилей – это были автомобили старше 7 лет. Это очень большая цифра. Это было сделано в результате легализации транспортных средств, когда тарифы на приобретение транспортных средств и растаможку транспортных средств в Казахстане резко снизились для старых автомобилей. Широкий выбор новых автомобилей разных брендов, моделей и ценового сегмента. И это не все, что так привлекает потребителей. Помимо ассортимента, официальные дилеры предлагают заманчивые условия покупки. Финансовых инструментов на рынке хватает вплоть до предложения оформить новую машину без первоначального взноса или взять ее в рассрочку без переплаты. Дилеры часто объявляют скидки. Желающие обновить свой старый автомобиль на новый в основном пользуются услугой Trade-in. Кстати, на покупку новой машины автолюбитель в среднем тратит 12 миллионов тенге. Есть разные способы приобретения автомобилей по программе Trade-in. Есть способ, когда, допустим, потребитель не хочет продавать свой автомобиль через автосалон, хочет сам напрямую продавать это физическому лицу. Можно поставить свой автомобиль на комиссию. И когда приходит покупатель, то два физлица между собой договариваются о стоимости и договариваются по сделке купли-продажи и совершают саму сделку. Второй вариант – это когда автосалон может выкупить у физического лица его старый автомобиль без дополнительного предложения. То есть покупатель может не покупать новый автомобиль, может просто сдать свой старый автомобиль и получить деньги. И к другим темам. В Казахстане становится больше электромобилей. По дорогам страны колесят почти 11 тысяч зеленых машин. Эксперты прогнозируют, спрос на них будет расти. Чаще всего электромобили выбирают жители мегаполисов. Почти 60% случаев – это алматинцы. В общем, в их автопарке насчитывается больше 6 тысяч электромобилей, как видно сейчас на графике. В Астане зарегистрировано больше тысячи таких машин. Замыкает тройку Алматинская область. Там больше 500 электрокаров. Реже всего такой вид транспорта можно встретить в области Абай всего 25 единиц. Что касается инфраструктуры для экологичного транспорта, то сейчас вдоль республиканских трасс установлено не так уж и много станций электрозарядов. То есть больше 20. Довести их до сотни планирует Министерство транспорта. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Лизат Стамгазиева. Мы поэтапно будем строить электрозаправочные станции. В приоритете будут наиболее загруженные трассы. В планах запустить проекты на автодорогах Астаны, Караганды, Алматы и Шимкента. И в завершение информация с казахстанской фондовой биржи. По итогам последних вечерних торгов курс доллара составил 480 тенге 52 тина, евро 533.65, рубль 5 тенге 17 тинов и китайский юань 68.03. Коллеги, на этом у меня все. Благодарим, Сабин, за обзоры. Это была наша коллега, экономический обозреватель Сабина Балашкина. Сабин, прежде чем мы с тобой попрощаемся, давай, наверное, продолжим говорить на эту тему. Ну, пригласим экспертов в студию. Только уже про поддержанные автомобили. Тимур, я даже предлагаю встретить, наверное. Проходите. Это наш эксперт Артур Мискарян, генеральный директор агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка. Не успели вас встретить, но, я думаю, Сабина вас поприветствует. Доброе утро. Приступим к диалогу. Как между собой связаны рынки новых автомобилей и БУ? Знаете, вообще стоит сказать, что со второй половины 2023 года рынок поддержанных автомобилей постепенно стабилизируется. Почему важно об этом сказать? Вы спрашиваете о том, как эти рынки связаны. Так вот, в пандемийный период, по сути, с конца 2019 по 2022 год на рынке новых автомобилей был очень жесткий дефицит, который был связан с тем, что мировое производство значительно снизилось. В силу того, что, ну, наверное, все слышали, не хватает компонентов, разного рода микрочипов и так далее. Соответственно, покупатели приходят в автосалоны. Даже при наличии денег хотят сейчас, сегодня здесь купить новый автомобиль, но его не находят. Соответственно, они идут в сегмент поддержанных автомобилей, искать максимально похожий, максимально свежий, но пусть с небольшим пробегом автомобиль. Соответственно, что в такой ситуации происходит? Спрос с одного сегмента новых автомобилей смещается в сегмент поддержанных автомобилей. И мы в период пандемии видели очень существенный такой рост рынка поддержанных автомобилей. В силу того, что со второй половины 2023 года дефицит на мировом рынке и на казахстанском рынке, в частности, практически сошел на нет, ситуация стала выравниваться в свое нормальное состояние. И в результате мы сейчас видим, что рынок новых автомобилей, ну, он, скажем так, сохраняет уровень положительной динамики своей предыдущих лет. По сути, вот у нас за прошедшие 8 месяцев приобретено почти 120 тысяч новых автомобилей гражданами Казахстана. А при этом сегмент поддержанных автомобилей в целом постепенно снижается, приходя к допандемийным уровням. Однако, здесь знаете, что интересно? Для сегмента поддержанных автомобилей, в принципе, сейчас характерна, в последние годы, такая тенденция, что он, ну, скажем так, он обеляется. Что это значит? Люди все меньше совершают сделок, ну, скажем так, между физлицами. И все чаще, хотя этот рост пока что очень незначительный, но все чаще покупают поддержанный автомобиль в автосалонах. Почему? Потому что автосалон, он, ну, во-первых, обеспечивает юридическую чистоту автомобиля, что, ну, сами понимаете, крайне важно, когда мы покупаем автомобиль с не до конца понятной историей. Во-вторых, автосалон, он обеспечивает, ну, хотя бы на несколько месяцев, там, ну, в среднем на полгода техническую гарантию и, в принципе, предсказуемость технического состояния автомобиля. Ну и плюс ко всему, да, при покупке в автосалоне покупатель всегда имеет, будь то новый автомобиль или поддержанный, имеет возможность воспользоваться так называемым кредитным плечом, что тоже удобно, на самом деле, для людей. А что в зависимости от регионов по ценам в областях страны? Спрос на поддержанную машину сейчас падает снова, да, как это было? Это повлияло на стоимость? Да, подешевели ли? Знаете, вот в том, что касается стоимости, я не устаю повторять, что определяющий фактор, причем независимо от того, мы говорим о новых автомобилях или о поддержанных, определяющий фактор это соотношение спроса и предложения. Вот если спрос превышает предложение, то, соответственно, цена растет. А если спрос ниже имеющегося предложения, то, соответственно, и цена снижается. И это касается как новых автомобилей, так и поддержанных. И сейчас вот для, скажем так, вот этой границы между рынком поддержанных автомобилей и рынком новых автомобилей, характерна такая интересная деталь. Артур Морзе, вы про тенденции, про тренды на вторичном рынке уже проговорили, очень много интересной информации. Цена все-таки меняется в зависимости от спроса. Да. Но в будущем, ваши прогнозы, как будет меняться цена, как будет меняться спрос на рынке вторичного? Знаете, на вторичном рынке с высокой долей вероятности можно говорить о том, что цены все-таки будут снижаться. Почему? Потому что я вот к этому вел, на самом деле. Дело в том, что, как правило, в последние годы у нас средняя сумма сделки при покупке поддержанного автомобиля – это 4,5-5 миллионов тенге. При этом официальные дилеры, которые занимаются продажами новых автомобилей, они интенсивно расширяют модельный ряд тех автомобилей, которые предлагают потребителям. И в том числе они предлагают все больше моделей в начальном ценовом сегменте. И, соответственно, сейчас 5-6 миллионов тенге – это уже цена нового автомобиля из автосалона. Соответственно, это неизбежно, конечно, сказывается на ситуации на рынке поддержанных автомобилей. Сейчас не буду называть марки, но действительно лучше купить новые автомобили в автосалоне, чем поддержанные с пробегом. Безусловно. Здесь, знаете, я бы еще добавил такую вещь. Когда мы покупаем поддержанный автомобиль, это, безусловно, всегда технические риски, которые связаны с обслуживанием автомобиля, с непредвиденными ремонтами и так далее. Поэтому, ну, как минимум, морально, в идеале, в принципе, финансово, при покупке поддержанного автомобиля надо готовиться к тому, что это такая своего рода покупка кота в мешке, во-первых. А во-вторых, это вполне сравнимо с покупкой нового автомобиля, но в кредит. То есть, что я имею в виду, вы можете купить поддержанный автомобиль, но без кредита, но каждый месяц с высокой долей вероятности вам придется тратить деньги на обслуживание, на поддержание нормального технического состояния. А что, спрос-предложение понятно, а как инфляция и экономическая нестабильность может влиять на цены на вторичный рынок? Знаете, здесь важно понимать, что, в принципе, происходит сейчас на мировом рынке. И в целом, опять же, со второй половины 2023 года ситуация на мировом рынке стабилизируется. И в этом плане цена, конечно, сохраняет прежний уровень. Если вам интересно, мы сейчас обсудили среднюю сумму покупки поддержанного автомобиля, а средняя сумма при покупке нового автомобиля в последние годы остается на уровне 12-13 миллионов тенге. Вот как раз-таки о мировых трендах, на мировом рынке сейчас тренд на электрокары. А что у нас с электрокарами? Знаете, у нас в стране вообще парк, весь автопарк, это 5,5 миллионов автомобилей. И почти 5 миллионов, ну там 4,800, 4,900, это легковые автомобили. Из них электромобилей чуть больше 10 тысяч. Я подумала, вы скажете сейчас 3,5 миллиона. Нет, 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 это пренебрежительно мала доля электромобилей на нашем рынке. Дело в том, что, знаете, да, цена это, конечно, ну, наверное, один из определяющих факторов, потому что вне зависимости от страны, электромобили базово, они остаются более дорогими, чем аналогичный автомобиль, но с бензиновым или дизельным двигателем. Я бы здесь хотел отметить, пожалуй, три главные вещи, которые сейчас прозвучали. Если мы говорим о тех странах, где интенсивно растут продажи электромобилей, то там можно выделить три таких главных фактора вот этого роста. Это первое, это беспошлиный ввоз электромобилей в страну. Второе, отсутствие транспортного налога. И третье, это бесплатные зарядные станции, которых становится все больше. Что из этого действует? В разных странах. Смотрите, беспошлиный ввоз электромобилей у нас действует второй или третий год. Там было сказано о том, что в Норвегии и в Арабских Эмиратах действует скидка на транспортный налог. У нас нет транспортного налога для электромобилей. То есть у нас лучшее условие? Да. А как все? Что касается бесплатных зарядных станций, здесь, да, у нас бесплатных зарядных станций немного. Они, как правило, в Астане и Алматы расположены. Но в целом, надо сказать, что инфраструктура по зарядным станциям в наших двух главных городах республики, она, в принципе, уже вполне состоятельна на самом-то деле. Но дело в том, что на наши условия накладываются еще и такие факторы, как климат, во-первых. А во-вторых, наша с вами география, я имею в виду отдаленность городов. Потому что в наших условиях, например, зимой в Астане, электромобиль, ну, заметно быстрее теряет свой заряд, соответственно, и дальность хода. А во-вторых, в наших условиях, с учетом отдаленности городов, электромобиль все-таки пока что остается той техникой, которая может решать наши с вами транспортные задачи строго в пределах города. Да. Ну вот, сравнивая там международный рынок, да, в Соединенных Штатах тот же кандидат в президенты Дональд Трамп, все знают, что он против электромобилей, называет глобальное потепление новой зеленой аферой, да, и выступает за традиционное автомобилестроение. У нас же тренд в стране, как все знают, на зеленую экономику. Мы хотим достичь углеродной нейтральности, и поэтому вы как верите, что у нас будет? Знаете, здесь ведь, что очень важно отметить, когда мы говорим о том, что электромобили помогают нам решать какие-либо экологические задачи, надо понимать, откуда у нас берется электричество для зарядки электромобилей. Да, условно говоря, мы с вами, ну вот фантазийно, да, сейчас все в пределах города пересядем на электромобили, и в пробках мы, ну, перестанем, грубо говоря, дыметь выхлопными газами. Но с другой стороны, чуть дальше города, за пределами города, у нас с вами расположенный ТЭЦ, где электричество генерируется путем сжигания углеводородов. То есть, если мы наблюдаем снижение выбросов в пределах города, то за пределами города там будет наблюдаться рост. Поэтому здесь ключевое, это то, каким образом генерируется электроэнергия. И здесь, ну, по сути, решение два. Это возобновляемые источники энергии, реки, солнечная энергия, что тоже накладывается на определенные наши с вами климатические условия. Ну, и там атомная генерация. Пока что вот нам с вами предстоит референдум этот вопрос решить. Их, ну, в общем, не хорошо, не плохо, да? Такая ситуация пока. На самом деле, в завершении нашего диалога вы оставили и озвучили очень важную мысль. Прям с вами говорить можно очень долго на разные темы. К сожалению, время ограничено, мы вас отпускаем. Спасибо за это утро. Надеемся, вопрос, конечно, риторический, но автопарк и в целом техбаза, условия для электрокаров у нас все-таки когда-нибудь заработает и будет полностью укомплектовано в Казахстане. Спасибо. У нас в студии был Артур. Мискарян. Мискарян, да. Это утро 24 ГИЗ. Мы по-прежнему в прямом эфире. В студии для вас работают Тимур Сапар. И Луна Рейсин. И к следующим новостям. Мусорный полигон Ватерау не соответствует экологическим и санитарным требованиям. Там скопилось свыше 3 миллионов тонн твердобытовых отходов. Из-за этого на окраине города стали появляться стихийные свалки. В этом году их выявили около 100. И наш корреспондент узнала, когда в регионе построят новый полигон. Зловонная гора мусора высотой с пятиэтажный дом образовалась в пригороде Атырау. Здесь на площади в 35 гектаров скопилось 3 миллиона тонн твердобытовых отходов. Их не перерабатывают, а просто сжигают. Дым со свалки негативно влияет на экологию региона, отметил депутат областного маслехата Арман Хайрулин. Мусорный полигон работает незаконно по экологическому кодексу с 2021 года, потому что с этого времени мусор никак не сортируют и не перерабатывают. А из-за постоянного его сжигания выделяются различные вредные вещества, которые негативно сказываются на здоровье жителей. Проблему мусора в регионе активно поднимают последние 10 лет. Строить новый полигон, соответствующий экологическим нормам, должны были начать еще в 2016 году. Но по каким-то причинам дело не сдвинулось ни на шаг. В настоящее время проводится корректировка проектно-сметной документации, потому что на месте предполагаемого строительства мусорного полигона выявили поднятие грунтовых вод. Ранее по первому проекту годовой объем составлял 150 тысяч кубометров мусора, но с учетом роста численности населения мы его увеличили до 200 тысяч. Пока ответственные специалисты дорабатывают проект по строительству нового полигона, на старом начали работы по очистке и дезинфекции. В настоящее время отделом ЖКХ жилищной инспекции объявлен электронный конкурс. Определен победитель по рекультивационным работам. Надеемся, что после завершения строительства нового полигона проблема мусора в городе разрешится. Старый полигон продолжает работать. Ежесуточно сюда привозят порядка 350 тонн мусора. Местные власти надеются, что после открытия новой мусорной площадки удастся разгрузить старую свалку и решить наболевшую мусорную проблему. Анастасия Сулейманова, Айбек Байзаков, Жандос Рахметуллин, Атырау24КЗ. Банки развития вложили 125 миллиардов долларов в борьбу с изменением климата в прошлом году. Эта рекордная сумма отмечает в своем отчете эксперты Европейского банка реконструкции и развития. По сравнению с 2022 сумма увеличилась на 13%. Деньги направляют на финансирование проектов, которые помогают уменьшить выбросы углерода и адаптироваться к изменениям климата. В частности, на строительство установок для генерации возобновляемой энергии, улучшения инфраструктуры, сельского хозяйства и не только. Комиссия по ядерной безопасности Южной Кореи выдала лицензию корейской корпорации по гидро- и атомной энергетике на строительство двух энергоблоков АЭС Шин-Хануль. Строительство этих объектов планируют завершить к 2033 году. На это готовы потратить около 9 миллиардов долларов. О планах развития атомной энергетики в Южной Корее узнавал наш собственный корреспондент Владислав Цой. Разрешение на строительство третьего и четвертого энергоблоков АЭС Шин-Хануль выдано в середине сентября. Станция расположена на востоке страны. Строеплощадка находится рядом с первым и вторым блоками этой электростанции. В отчете Комиссии по ядерной безопасности говорится, что месту, где появятся новые объекты, не угрожают землетрясения и цунами. Новые энергоблоки будут работать с помощью южнокорейских водо-водяных реакторов APR-1400. Такие же действуют на атомной электростанции Барака в Объединенных Арабских Эмиратах. И эти же реакторы Южная Корея предложила установить на АЭС в Казахстане. Президент Токаев активно занимается вопросами индустриализации. Это не только строительство заводов, но и создание национальных исследовательских центров искусственного интеллекта. Для этого нужно много электроэнергии. И наиболее экологически чистым способом ее получения является атомная энергетика. Мы построили свою первую АЭС при поддержке США. Учились и отправляли студентов на обучение в Америку. Если Казахстан решит построить свою первую АЭС совместно с Южной Кореей, мы можем сотрудничать. И казахстанские инженеры, и ученые смогут перенять наш опыт. Власти Южной Кореи намерены увеличить число ядерных реакторов в стране и постепенно отказаться от угольных электростанций. Ведь по подсчетам южнокорейских экспертов, атомные электростанции выбрасывают в атмосферу в 68 раз меньше парниковых газов по сравнению с угольными, а себестоимость выработки электроэнергии на АЭС в 17 раз ниже. Ядерная энергетика экономически выгодна и конкурентоспособна, считает эксперт Джон Мин Хён. Для стабильного экономического роста Казахстана необходимо развивать определенные отрасли промышленности, включая цифровую сферу. В этих отраслях особенно важна стабильная и достаточная подача электроэнергии, а ядерная энергетика с экономической точки зрения является эффективным способом генерации энергии. Кроме того, в Казахстане есть значительные запасы природных ресурсов, необходимых для атомной энергетики. Особенно много урана. Корейская компания была выбрана в качестве приоритетного претендента на проект строительства новой АЭС «Дукованы» в Чехии. Также Южная Корея совместно с Россией участвует в возведении атомной электростанции в Египте. По словам президента страны Юнсок Йоля, до 2030 года южнокорейские компании намерены построить 10 АЭС за рубежом. Владислав Цой, Ольга Лян, 24КИЗ, Южная Корея. Двухоморских тигров Богдана и Кому привезли в Казахстан из Нидерландов. Эти животные станут основой для восстановления популяции тигров в стране, сообщили в Минэкологии. Обживаются хищники будут в резервате или балхаж в Алматинской области. За какое время ученым удалось воссоздать там условия дикой природы, расскажет наша коллега Полина Зачиналова. Новым домом для нидерландских тигров стал резерват или балхаж в Алматинской области. Туда хищников привезли на вертолете. Богданы Кома, так зовут привывших животных, будут жить в специальных вольерах. Когда они обзаведутся потомством, тигрят отпустят в дикую природу. У семи кошачьих важная миссия – восстановить популяцию тигров в Казахстане. История говорит о том, что у нас были тигры. Он назывался Туранский тигр и водился он в дельты реки Ильи и на реке Сардарья. Два тигра сегодня – это только начало большой работы. Мы создали балхажский резерват, где за семь лет восстановили популяцию многих видов животных. О том, что нужно возрождать популяцию тигров в Казахстане, заговорили еще 14 лет назад. Этим летом Министерство экологии подписало меморандум о сотрудничестве с Всемирным фондом дикой природы. В рамках соглашения к 2025 году в Казахстан планируют завести еще четырех хищников из России, рассказал представитель профильного ведомства Аскар Абдрахманов. Эта программа нам даст восстановить численность туранского тигра. Амурский тигр, допустим, сейчас его сюда привезли, в наш регион, в Балхаш. Вот, в Балхашский регион. Он автоматом становится туранским. В России на Алтея считается амурским, то есть на Дальнем Востоке. Здесь, если она сюда переходит, она становится туранским тигром. Чтобы на новом месте тиграм было комфортно обживаться, в резервате восстанавливают их естественную кормовую базу. В прошлом году туда завесли 60 куланов, рассказал эксперт проекта ПРООН в Казахстане Айман Амурбекова. В этом году, буквально в конце сентября, начинается второй этап перевозки куланов на территорию Государственного природного резервата или Балхаш. И будет перевезено 35 голов куланов. Сейчас мы проводим работу по бурению скважины, водной скважины на территории Государственного природного резервата или Балхаш. Были восстановлены порядка 4-5 колодцев на территории резервата и за пределами, где теперь животные могут подходить и пить воду. Если говорить про будущих тигрят, то вначале им придется пройти специальное обучение. Как только маленьким хищникам исполнится полтора-два года, их отправят в дикую природу жить самостоятельно. Казахстан Востребованные направления – это кардио и пластическая хирургия, ортопедия, а также стоматологические услуги. А вот клиники Южной Кореи смогут принимать до 700 тысяч иностранных пациентов в год. Этого показателя там планируют достичь к 2027 году. В прошлом году для лечения страны посетили 600 тысяч человек. Показатель резко вырос на 144% за год. В основном это граждане Японии, Китая и США. Из нашей страны туда поехали 12 тысяч человек. Чаще всего зарубежные туристы посещают Южную Корею при дерматологических заболеваниях и болезнях внутренних органов. Также там популярны профилактические медицинские обследования и пластические операции. Популярно у меня туристов и Турция. Она входит в топ-5 стран, куда приезжают за медицинскими услугами. Чаще всего там проводят пластические операции и пересадку волос. Также турецкие специалисты помогают избавиться от лишнего веса. Власти страны планируют довести доходы от отрасли до 10 миллиардов долларов к 2030 году. Жители каких стран чаще всего посещают республику с целью медицинского туризма? Ответ в материале нашего корреспондента. Медицинский туризм начал развиваться в Турции в начале нулевых. С тех пор в стране провели масштабные реформы в системе здравоохранения. В частности, увеличилось количество государственных больниц. Крупные инвестиции вложили в частные клиники. За 20 лет доходы от отрасли возросли многократно. Ежегодно медицинские услуги получают почти 2 миллиона пациентов. У Турции большой потенциал в таких широких областях, как медицинский, культурный, религиозный, зимний и спортивный туризм. С 2008 года мы решили сделать туристическую сферу стратегической отраслью. Мы провели крупные реформы в таких важных областях, как история, вера, культура, природа, здоровье и гастрономия. С целью расширить туристический сезон до 12 месяцев в году. За последние десятилетия успехи Турции в медицинском туризме значительно возросли. В 2022 году в страну на лечение приехало более полутора миллионов иностранных пациентов. А в 2023 это число достигло двух миллионов. В основном приезжают туристы из стран Европы, Ближнего Востока, России и США. Мы занимаем первое место в мире по пересадке волос. В последние годы мы сделали важные шаги с точки зрения бизнеса. У нас также хорошие показатели в лечении ожирения. Однако, если мы разовьем другие направления, такие как термальный туризм, который пока не рассматривался, или уход за пожилыми людьми в рамках озарительного туризма, мы сможем увеличить доходы примерно до 10 миллиардов за несколько лет. Наши соотечественники часто едут в Турцию за медицинскими услугами. По неофициальным данным, только в 2022 году около 10 тысяч человек отправились лечиться в Турецкую республику. Большинство из них выбрали больницы в Стамбуле, Анкаре и Анталии. Тамерлан Ким, Мируерт Ханага, 24КЗ. Это были все новости к данному часу. Для вас вещали Тимур Саппар. И Луна Раисен на такой вот праздничной, октябр-фестной ноте. Мы завершаем выпуск, желаем вам хорошего дня и передаем слово нашим коллегам. Динария Кунафина и Дасану Мурсали Майя с Тимуром сейчас поговорим. Мы прощаемся до 10.